Когда Евгеймо объявил, что они делают много ремейков Ассасинов, то по идее я должен был радоваться. Но вот честно, реакция у меня была такой. Меня как будто током ударили и даже не знаю почему, вот тот же ремейк Чёрного Флага. Что может пойти не так? Ну Юбисов столько же классных морских проектов сделали за последние 11 лет. Чё-то моё паучье чуть-чуть подводит в последнее время, согласна? Инфы о ремейках мало, Евгеймо кое-что поведал, Том Хендерсон тоже. Всё это я расскажу, но в основном мы пройдёмся по всем играм, которых скорее всего ремейкнут. И обсудим, какие плюсы и минусы могут быть у подобных переделок. Что нужно добавить и убрать, и с какими проблемами столкнутся разрабы. А местами всё довольно жёстко, ибо некоторые игры почти невозможно ремейкнуть. Точнее, можно это сделать, но что-то непременно сломается. Полагаю, как и ваши планы не закупиться на летние распродажи Стима. Я знаю, что вы пойдёте покупать игры. Я это, кстати, одобряю. А чтобы пополнить кошелёк максимально выгодно, воспользуйтесь GGSell. Сейчас там проходит закрытая распродажа, с возможностью пополнить Стим-аккаунт с самой маленькой комиссией 5%. Но попасть туда можно только по моей ссылке. Для удобства на странице товара представлен калькулятор, с помощью которого можно рассчитать необходимую вам сумму. Пополнение происходит только через логин Стим. Всё просто, дёшево и безопасно. GGSell, кто не знал, это не просто цифровой магазин, а торговая площадка, где вы можете приобрести товары у разных продавцов. Также на GGSell вы сможете приобрести на ваш аккаунт как новенькие, так и уже вышедшие игры. Helldivers 2 или Gustav Tsushima на ПК. У обеих игр есть отдельная категория, где собраны все предложения данных проектов. Кроме того, вы сможете приобрести такие товары, как подписки на разные сервисы. На площадке представлено огромное количество товаров на всех платформах. Xbox Playstation также присутствует. Насчёт безопасности вы можете не переживать. Площадка замораживает средства покупателей на определённый срок и не сразу отправляет продавцу, а в случае чего вам поможет поддержка. И кстати, GGSell часто проводит розыгрыши, поэтому следите за новостями. Ещё у них имеется колесо бонусов, в котором можно выбить себе ключ к игре или приятную скидку. Все ссылки находятся в описании. Итак, Ив Геймодал интервью, в основном там корпоративная фигня, но всё же я нашёл два интересных момента. Первый это то, что Ив начал защищать сотрудников, которым тролли писали гадости после анонса Shadows. И я согласен, я считаю, что весь этот нейроничный хейт, я не про конструктивную критику очевидно. Это признак незрелости и простой глупости, и мы действительно не должны поощрять буллинг и травлю. Такое поведение недопустимое, даже если разработчик делает плохие игры. И это круто, что Ив Геймод защищает сотрудников, заступается за них, он оберегает своих. Юбисов только что уволили 33 сотрудников со словами «У нас дорожная карта, которую мы должны реализовать». Никто не обижает сотрудников Юбисов больше, чем верхушка Юбисов. Ну и также Ив Геймод рассказал про ремейки. Дело в том, что Мираж убедил компанию в том, что игроки все же нуждаются в классических ассасинах. Где ну мы играем за ассасинов, а не за полубогов, викингов и чернокожих самураев. Не то, чтобы я имею что-то против подобного, но не в ассасине же. Вот во всем этом буквально нет ничего ассасинского. Вот тот же Яски. Он даже с трудом будет паркурить и стелсить. И Ив Геймод понимает людей в этом плане. От себя скажу, что он и раньше все понимал, только игнорировал эту часть аудитории. Потому что считал, что вот такой ассасин никому не нужен. Он устарел. Ну и собственно направление Back to the Roots показало, что все-таки может принести деньги. И Юбики решили вкладываться в ремейки первых частей. Скорее всего одно из игр как раз разрабатывает Юбисов Бордо, создателя Миража. Все эти игры будут делаться на новой версии движка ассасина, Unville Pipeline. И вроде все выглядит очень даже круто. По словам Тома Хендерсона, он уже видел ремейк четвертой части. Видел новую модельку Эдварда Кенуэя. И вроде все очень даже хорошо. Хендерсон конечно все это не может показать. Но он хотя бы мог мне скинуть. Все-таки мы родня. Забывает. И суть нового движка я как-то уже упомянул. Но если вкратце, его особенность в том, что движок можно доработать. И в реальном времени все изменения будут у всех разработчиков студии Юбисов. То есть например разработка Origins и Odyssey велась параллельно. Но так как челы по-разному развивали возможности движка. То так получилось, что та же Origins в миллиард раз более технологическая, чем Odyssey. Там такие детали, о которых Odyssey даже не снилось. Чего только стоит огонь. Эта технология его распространения до сих пор впечатляет. Так вот, если бы игры делались на пайплайне, то оба проекта имели бы схожие детали. Более того, это может работать очень классно в том плане, что допустим выходит ремейк одной игры. Потом через год выходит ремейк другой игры, где скажем паркур улучшили. Так вот, можно свободно в старую игру импортировать изменения. Выпустить патч и все. Вот вам более доработанный паркур. Конечно в итоге мы рискуем получить одинаковые игры. Но мне уже все равно. Я и так потерял веру в человечество. И ничего ни от кого не требую. Так что ремейки готовятся. Они будут в ближайшие годы. И давайте обсудим каждую из этих игр. Ремейк первого Ассасина просится сам собой. Это самая старая часть. И это как раз тот случай, когда игроки не будут сильно бомбить из-за больших изменений. Потому что они их ждут. Первая часть имеет проблему в плане репетативного контента. Которого буквально сделали за пару дней до релиза. Поэтому было бы круто поработать над ним. Хотя бы скажем год. И дать нам ту же самую игру про Альтаира. Который срывает заговор тамплиеров. Но вместо миссии типа сходи три раза и подслушай разговор. Можно сделать реально клевые и разнообразные задания. Где будут интересные персонажи. Вот всем этим информаторам. Которые имеют одну модельку. Можно дать личность. Уникальный лук и миссии. А самое главное. Можно наконец-то завершить задуманный изначально безинтерфейсный дизайн. Создавая мираж. Разрабы вдохновлялись Цусемой. Так что можно вдохновиться еще раз. И сделать примерно такой же дизайн поиска контента. Только вместо птичек ветра. Можно юзать орлиное зрение. Детали не своих хотелок я уже рассказывал в отдельном ролике. Можете заценить. Но и к тому, что переделывать игру придется. Это именно тот случай, когда это обязательно. Второй Ассасин это более интересная тема. Начнем с того, что нельзя делать только ремейк одной игры Эдсу. Надо ремейкать всю трилогию сразу. Возможно нужно даже уложить все это в одну игру. Эта трилогия идет вместе всегда. Поэтому странно будет по новой выпускать каждую часть. Получится как с ремейками финалки. Их вроде изначально покупали. Но с каждым разом все меньше и меньше. И теперь издатель очень сильно разочарован. Потому что игроки знают сюжет. Знают геймплей. И один раз они конечно купят все это из-за ностальгии. Но по частям с большим интервалом между выпусками это ну как бы такое себе. То что трилогию Эдсу ремейкнут. Ну в этом буквально ноль сомнений. Эдсу персонаж номер один у Юбисофт. И на самом деле это даже не особо хорошо. Потому что это значит, что Эдсу эксплуатирует везде. Этот перс в каждом кроссовере. Их десятки. И с каждым месяцем их все больше и больше. Поэтому ремейк его трилогии обязательно будет. Но тут у каждой игры есть свои нюансы. Вторая часть очень сильно графически устарела. Она в этом плане слабее даже первой части. Та же дальность прорисовки она ужасная. Поэтому тут ремейк прям нужен сильно. И как бы с графоном все понятно. Но также придется обязательно поменять боевку и собирательство. Игра с этим перебарчивает. Даже по сюжету заставляет собирать страницы кодекса. И прочие такие раздражающие вещи. В остальном игра шикарная. Особенно в сюжетном плане. И тут начинается момент, который меня сильно волнует. Делая ремейки, Юбисофт любит переосмысливать сюжеты. Если они хоть что-то тронут в трилогии Эдсу. То блин, их сожрут. Если честно, я до сих пор отхожу от шока от качества нарратива в Шадоус. К сожалению, многим показалось норм все это. Я подумал, что может дело во мне. Что может я уже угрюмый дед, который на все кидается. Но потом я пересмотрел пару сцен из второй части. И я понял, насколько же катастрофически качество текста в ААА упало. Смотрите. В этой сцене Яски и Наои обсуждают, как устранить цель. И объясняется механика шпионов Наои. А тут у нас сцена, где Эдсу, Антонио и Леонардо обсуждают, как устранить цель. И объясняется механика летающей машины. Сцена в Шадоус длится почти полтора минуты. И это парад кринжа, где персонажи говорят цитатами Стэдхэма, и ты буквально за ними не видишь никакую личность. Более того, ты в итоге остаешься без особого понимания, как работает механика шпионов. Да, они открывают карту, но как их нанимать? Как часто их можно отправлять на миссию и прочие такие детали? Нам даже показывают карту, ибо слова героев не информативные. То есть, конечно, все это кажется придиркой. И скорее всего нам покажут плашечку с обучением. Но посмотрите, как раньше делали. Во втором же Ассусине сцена длится 40 секунд. И это шедевр. Начнем с того, что сама по себе идея летать на этой машине, ну просто безумная. Ты можешь упасть в любой момент и сломать что-то. И это еще более-менее хороший исход. Поэтому сценарист Кори Мэй решает добавить в эту сцену Леонардо и Антонио. Хотя, казалось бы, зачем? Эйцо мог бы просто сам машину запустить. Он уже делал это. Но на самом деле эти персы тут играют важную роль. Они что-то типа твоего внутреннего голоса, когда ты собираешься совершить какую-то безумную фигню. И как наш здравый смысл и азарт спорят, так и Леонардо с Антонио спорят между собой. Лео рассказывает, что все получится и он вообще позитивный. Ты сделал это? Отлично! Лети от костра к костру. Их жар поднимет машину и поможет тебе удержаться на нужной высоте. Антонио тут скептик. Надеюсь, твой план сработает. Будь осторожен. Не дай себя подстрелить, значит, твой полет будет очень коротким. Все это не только соответствует характеру персов, но еще все эти фразы это обучение. Тебе рассказывают, как все работает через интересные диалоги. Леонардо рассказывает, что делать. Антонио рассказывает тебе про опасности. То есть, опять же, разрабы, по сути, могли просто показать плашечку обучения. Но вместо этого решили скреативить. Не говоря уже про невероятную актерскую игру и постановку. Мне нравится, как эти двое спорят. И когда Эдсо спрашивает, как атаковать лучников с этой машины. То Антонио поворачивается к Леонардо и вопросительно на него смотрит. Типа, ну что, умник, есть ответ на этот вопрос? И смотря еще на все эти мини-жестикуляции, у тебя просто мозг взрывается. Насколько же все скатилось. И вся эта многослойность в мини-катсцене на 40 секунд, блин. Мне так сильно не хватает подобного в современных играх. Так не хватает этой безумной проработки. Поэтому, если будут делать ремейк, не надо добавлять эту вашу технологию с диалогами. Ой, нужно осовременить игру для новой аудитории. Вы серьезно считаете, что Тед Калл нужен современной аудитории? Не волнуйся, я не буду alone. Это будет я и шаги. Я думаю, что нет. Поэтому всю эту фигню в стиле Я учился 5 лет сценаристике в престижном колледже Калифорнии. Поэтому сейчас я сюжет переделаю и покажу, как делать круто. Все это никому нафиг не нужно. Когда вы уже это поймете? Вторая часть очень сильная в плане нарратива. Она вызывает кучу эмоций. И это из-за невероятной работы очень талантливых людей. А запороть эту работу будет изишно. С такими-то великими сценаристами. Поэтому, Юбисофт, только попробуй. Братство же еще сложнее ремейкнуть. Даже почти невозможно. Типа с сюжеткой они еще справятся. Но суть в том, что в этой игре безумно комплексный геймдизайн. Где сотни и сотни игровых механик и контента. Которые работают вместе как единый организм. Отсюда и название органический геймдизайн. Все это придумал гениальный разработчик Патрик Плурт. Абсолютно все, что ты делаешь в игре. Влияет на другие механики. Которые в свою очередь влияют на другие. И так пока не пройдет полный круг из механики контента. Простой квест может тебя затянуть на 10 часов. Где параллельно игра втягивает тебя во весь возможный контент. Тебе говорят. Нужны 3 вещицы, чтобы я дал тебе часть доспеха. А найти их сложно. Ты должен пройти катакомбы Ромула. Остальные вещицы можно найти в каких-то сундуках. А сундуки можно найти купив карты. Чтобы купить карты надо прокачать магазины художника. Чтобы прокачать магазины художника. Надо освободить район от башни Борджа. Чтобы освободить башню. Надо пройти дальше по сюжету. И абсолютно каждый из этих действий. Открывает для тебя десятки других задач и целей. И при этом игра тебя не запутывает. Ты можешь схватиться за любую контентную нить. И пойти по ней. Ведь в итоге ты все выполнишь. Потому что все максимально взаимосвязано между собой. Тут столько работы. Я думаю это дизайнили месяцами. Огромная команда геймдизайнеров. Они конечно жестко запарились. И для того чтобы разрушить концепт. Хватит несколько неудачных решений. Собственно так было со серией Far Cry. Поэтому учитывая сегодняшних Ubisoft. То я на 99% уверен в том. Что они все захотят упростить. В принципе построят всю трилогию. Под единый геймдизайн. Это будет ошибкой. Но ведь это же ремейк. В конце концов оригинал не отберут. Их отбирают. Оригиналы игры отбирают. Как третью часть. Как Beyond Good and Evil. И многие другие проекты. I am truly sorry. Что до откровения. То в ней надо вернуть весь вырезанный контент. А это больше половины контента. Которого изначально задумали. Ubisoft конечно на это не пойдет. Они игру на 12 часов не могут воссоздать. Она линейная. Там ничего не надо особо делать. А тут да. Возьмут и создадут часов 20-30 нового контента в открытом мире. Ага. Поверил. Ну и бредятина. Поэтому я думаю трилогию Эдсу мягко ремейкнут. Шутки про Ваген уберут. У нас уже не то время. Немного осовременят геймдизайн. Чтобы игры не казались душными. Точнее чтобы не казались душными зумером. Ведь эти челы запускают эти игры. И жалуются что что-то как-то не особо заходит. Слишком тут намудрили. Вот настоящая игра. 300 часов собираешь сундуки в открытом мире. Вот это реальный контент. Ну и конечно же в играх добавят донат. Как в случае с Принцем. Сделать реально крутые ремейки трилогии очень сложно. И Юбисов на такой прыжок просто не способны на данный момент. Так что опять же ждите мягкий ремейк. Третью часть также можно ремейкнуть. Она дико популярная. Но в то же время она скандальная. Игра же про американскую революцию. Америка она такая. И такая. И вот такая. Это герои нашей планеты если вы не знали. Поэтому когда их национального лидера показывают как нытика. Который скорее удачей победил в войне. То конечно у многих с этого полыхнуло. Да так что до сих пор не проходит. Среди американцев третья часть до сих пор считается одной из худших в серии. И блин это был скандал в стиле 2012 года. Когда не было этой культуры интернет срачей. И просто иммагинируйте какой срач был бы сейчас. Просто представьте его. Начнем с того что все бы делали ролики про то. Что в игре мы играем за какого-то смуглого парня. А не за истинного американца. Представили? Ах в какое же проклятое время клоунов мы живем. Поэтому как по мне ремейк третьей части можно ждать не скоро. Тем более у игры есть ремастер как никак. Плюс игра гигантская. Ну реально монструозная. Где миллиард каких-то миссий. Это не тупые авампосты и вопросики. Это огромное количество проработанного контента. Та же усадьба по сути это как отдельная игра в игре. А вот четвертую часть намного легче ремейкнуть. Она по своей сути очень простая и сюжетно ориентированная. Там доп контент особо то и нет. Плюс ты игру можешь запустить без знания того что было в серии до этого. Для тебя это будет чисто игра про пиратов. Собственно поэтому ремейк этой игры уже давно делают. Ну а дальше Ubisoft не пойдет. Ремейки делаются когда играм уже примерно по 15 лет. И после двух-трех поколений консолей. И вот такую ситуацию мы имеем. Типа казалось бы просто обновить играфон и все. Но на самом деле все сложнее. А Ubisoft особо доверять нельзя. Ремейк принца Перси и Splinter Cell ясно дает нам это понять. И в гейму говорит что он нас ремейками удивит. И я знаю что удивит. Я это прекрасно понимаю. И мне страшно. Напишите что думаете про все это. Мне хочется понять вообще популярна ли сейчас идея ремейков и игр Дезмонда. Или лучше все оставить как есть. Также поддержите лайком и подпиской. И до скорого ребята. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok